В социальных сетях своих коллег я увидел, что они недавно были на встрече с общественностью на предприятии Дугалак, на котором обсуждали проблема резинотехники Дугалак или наоборот некая кузница кадров. В рамках всего этого я сам захотел сходить на экскурсию на промышленные предприятия, задать неудобные вопросы о том, как же тут все устроено, как это все работает, чтобы погрузиться и самому узнать, точно ли жители города Ярославля в безопасности. Денис Сергеевич, здравствуйте. Здравствуй, Нил. Рад приветствовать вас на промышленной площадке компании Дугалак. Спасибо. Очень хочу все-таки посмотреть, как у вас тут все устроено. Вы не против? С удовольствием все покажем, расскажем, скрывать нам нечего. Но прежде вам надо будет экипироваться. Ага, все, спасибо. Обязательно сигнальные жилеты. Вот, безопасность прежде в чего. Мы с вами находимся на въезде на нашу производственную площадку. Здесь вы видите наши склады, склад готовой продукции, склад тары. Это резервуар пожарной станции. Здесь вы видите заболовка и емкостной пар хранения жидкого сырья. Здесь вы видите сливоналивную эстакаду. В данный момент у нас сейчас производится слив сырья с бензовозов. А куда вот он? То есть он как вот происходит? То есть труба какая-то? Приходит бензовоз, к нему подключаются герметичные шланги. Через насосы, через массовые расходомеры, все это по закрытым трубопроводам уходит в емкостной парк. В емкостном парке это хранится до определенного момента. При необходимости, дальше я вам покажу, через насосные станции, опять же по закрытым трубопроводам, это попадает в наши реактора и смеселя, где непосредственно происходит синтез наших материалов. Ну давайте посмотрим тогда, наверное, на реактор. Прошу вас. Сейчас мы находимся с вами в церкви нашего предприятия, в сердце. Вот, это реакторный зал. Реакторный зал оборудован восьми реакторами. Шесть реакторов 13 кубов, два реактора 6,3 куба. Суммарная мощность производства данного реакторного зала это 24 тысячи тонн в год. 24 тысячи тонн в год связующего. Вот. Процесс у нас идет беспределивный. В момент загрузки первичного сырья до выпуска готовой продукции процесс остановить нельзя. Интервалы между операциями, они допускаются. А на ночь закрываете? Нет, работаем круглосуточно, работаем 24 на 7. Вот, как еще раз я говорил, если мы загрузили сырье в реактор, то мы не можем остановиться до получения готового продукта. Вот сейчас мы находимся в этом зале без респираторов. Это нормально или здесь обязательно нужно в них? Вообще все предприятие разбито на зоны. Есть так называемые грязные зоны, есть чистые зоны. Сейчас мы с вами находимся в чистой зоне. Все пары, которые у нас выходят из реакторов, из мастерей, попадают в фильтровальные системы абсорбирующего типа, и только после этого уходят у нас на улицу. Данная зона является чистой. Есть, конечно, в нашем предприятии и грязные зоны. Это зона загрузки, зона фасовки. Нахождение в рабочее время на данных зонах только в средствах индивидуальной защиты. Полумаски, респираторы противогаза, ну и другая амуниция, перчатка, фартуки, халаты. А мы можем посмотреть еще зону, где непосредственно происходит слив ваших отходов и куда? Да, конечно, прошу вас. Как я вам и говорил, вся система наша герметичная и замкнутая. Реакционные воды, которые образуются в момент синтеза, по закрытым трубопроводам попадают в накопительную емкость. В этой накопительной емкости они хранятся до определенного времени. После этого приезжает лицензированная организация со своим лицензированным бензовозом. Который, опять же, герметично подключается к данной емкости, производит забор этого отхода и увозит уже на свои точки утилизации отходов. Слушайте, ну технологичное предприятие. Может быть потому, что новое, и мне кажется, что здесь достаточно чисто. Если честно, я думаю, что я тут без противогаза не смогу находиться от СОО совсем. Ну, без ложной скромности я могу сказать, что на сегодняшний момент наше предприятие, наверное, одно из самых новых и самых современных на территории Ярославской области, как минимум. Естественно, при проектировании были учтены все современные требования, в том числе и экологические безопасности, промышленной безопасности, как бы прочих вещей. Естественно, все это нами было построено в соответствии с документацией проектной, которая прошла в свое время экспертизу. Ну, поэтому я как бы с гордостью могу сказать, что вот на сегодня, еще раз подчеркиваю, мы, наверное, самое современное химическое предприятие Ярославской области. Но я, тем не менее, сейчас планирую позадавать вам вопросы. Некоторые из них, возможно, вам покажутся неудобными, но придется ответить. Хорошо. Будем отвечать даже на неудобные вопросы. Договорились. Денис Сергеевич, давно ли функционирует предприятие Dugalac? Давно ли оно на этой производственной площадке? И может быть небольшая история и ноу-хау, который есть на этой площадке? Расскажите. Ну, компания Dugalac была создана в 2000 году. Вот, в 2000 году югославский завод Duga обратился к Ярославской лакокраске с предложением о создании совместного предприятия. Вот, Югославы в тот момент предоставили свои передовые технологии. Вот, лакокраска дала свои производственные мощности. Вот, от этого названия Dugalac – это «Дуга лакокраска», в дословном переводе это «Радужный лак». С 2000 года мы производим лакокрасочную продукцию, продукцию композитную. Вот, а в 2010 году зародилась идея о расширении нашего предприятия. Вот, и в 2019 году мы начали проектирование нашего нового предприятия, в котором мы сейчас находимся. Наше новое предприятие – это предприятие полного цикла. Вот, базируется оно на «Спартаковской дом-1». На сегодняшний момент на нашем предприятии работает около 200 человек. Вот, как бы, так кратенько. Почему случился переезд? Ну, наше предприятие достаточно хорошо и успешно развивается. На сегодняшний момент мы являемся одним из лидеров в России по нашему рынку. Поэтому нам требовались новые производственные мощности, нам требовалось увеличение площади, здания. Вот, поэтому мы выбрали, как бы, территорию резинотехники, так как это такой кластер, можно назвать, на территории нашего города, химический кластер, вот, сейчас на территории резинотехники работают порядка 38-40 предприятий, так или иначе связанных, как бы, с химией, либо машиностроением. Вот, поэтому выбирали площадку с химической такой инфраструктурой, газ, отопление, вот, ну и все прочие, там, как бы, готовые коммуникации. Можно ли сказать, что если это предприятие, оно отчасти имеет европейские корни, то нормы по безопасности тоже другие? Или какие, скажем так, какими стандартами безопасности вы придерживаетесь? Ну, я, как бы, отчасти даже с гордостью могу сказать, что стандарты, связанные с экологическими вопросами, в России не уступают, а порой даже более жесткие по сравнению с европейскими стандартами. Вот, это я могу, как бы, с уверенностью сказать, так как мы работаем с аностранными компаниями. Ну, естественно, это ИСО 9000, это ИСО 14000, которых мы придерживаемся при своем производстве. Вот, также могу сказать, что, так как мы являемся партнерами таких крупных компаний, как Кировский тракторный завод, МАЗ, КАМАЗ. Мы работаем с Юматексом, это дочка Роснано. Работаем с Норникелем, поэтому на нашем предприятии периодически проходят аудиты. Вот, аудиты, когда крупные потребители проверяют своих поставщиков. И достаточно большая часть в программе аудита также касается экологической составляющей, потому что для основных крупных игроков промышленности в России вопрос экологии очень важен. В социальных сетях и в медиаресурсах некоторые жители района постоянно требуют проведения неких проверок по предприятиям группы, которые находятся на территории резинотехники, в том числе вашего предприятия. Скажите, пожалуйста, как прошли у вас проверки и что выявлено по ним, какие, может быть, сделаны вами наблюдения или действия? На сегодняшний момент я могу сказать, что в течение последних полугода у нас было проведено порядка шести проверок. Это проверки, это были со стороны Роспотребнадзора, со стороны Министерства нашего экологического. Проверяли нас фактически, ну, можно сказать, на все, как бы, показатели. Это воздух, вода, документация, обращение с отходами, ну, все, что связано, как бы, с экологической безопасностью. Но еще раз хочу подчеркнуть, что никаких превышений, загрязняющий воздух, загрязняющий воду, ни одной лаборатории, проверяющей нас, не найдено, не выявлено. У вас недавно прошло большое мероприятие. Общественники, известные люди города были приглашены к вам на предприятие, где вы проводили экскурсию. Кстати, без скромности, я, посмотрев сюжеты своих коллег, тоже как раз после этого и захотел сюда прийти. Как прошла встреча? Были ли какие-то острые темы, дебаты относительно того, что нужно сделать или не нужно? И какие выводы вы сделали из этой встречи? Это была первая, во-первых, это была первая наша встреча с общественниками, это первая наша встреча была с независимыми экспертами. Я думаю, что эта встреча была очень продуктивной. Естественно, первое, что мы хотели этой встрече донести, мы хотели показать наше предприятие. Мы сказали, что мы готовы к общению, мы готовы в силу возможности открыть двери нашего предприятия для разговоров на экологические темы, которые интересуют жителей нашего района. Безутайки показали наше предприятие, люди могли убедиться, где, как, что мы производим, на чем мы работаем. Я думаю, что это не последняя наша встреча. В планах у нас есть более глубоко подойти к решению экологических вопросов, которые возникают у нас в районе. Я думаю, что мои специалисты, в том числе Дмитрий, он более подробно может рассказать уже о технической составляющей этой беседы. Спасибо. Спасибо вам. Очень приятно, что мы с вами встретились. Мы хотим донести до слушателей, зрителей о нас достоверную и правдивую информацию. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Журалев Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора по производству на заводе ООО «Дугалак». Дмитрий Евгеньевич, подскажите, какие проверки были на предприятии и как вы оцениваете их прохождение? Успешно или с какими-то организационными выводами? Ну, за последнее время у нас в прошлом году было две проверки, обе были прокурорские. В этом году с января у нас уже прошло четыре проверки. Одна – Министерство лесного хозяйства, вторая – Роспотребнадзора и две проверки прокуратуры. По всем данным проверкам явных нарушений по выбросу в атмосферу, загрязнению водосточных канализаций как бы не было выявлено. То есть были какие-то несостыковки по документальному части, по организационному моменту. А в целом прошло все хорошо. Вот как раз в социальных сетях много появляется информации по поводу неких ручьев различных цветов, ну, преимущественно белого, которые некоторые средства массовой информации, намекая, связывают с вашим предприятием. Расскажите детальнее про это. На данном предприятии у нас нет так таковой промышленной канализации. То есть вся ливневая система и хозбытовая, она идет на дальнейшую утилизацию и обработку на производство резинотехники. То есть и у нас с ними, собственно, договор по дальнейшую утилизацию. А если выходит, что вы свои промышленные отходы не сливаете в канализацию, то что вы с ними делаете? Все образующиеся у нас виды отходов, которые есть на производстве, которые образуются, мы их отгружаем лицензирующим организациям, у которых есть лицензия на данные виды деятельности. И, собственно, вывозятся уже с территории завода. А что с ними потом происходит? Они хранятся где-то? Данные виды либо идут на вторичную переработку, это пластиковые мешки, картон и так далее. А те, которые нельзя повторично переработать, то идут на сжигание. То есть они сжигаются, а это где-то недалеко от вас? Нет, это вывозится за пределы города, и там у них свои территории, площадки для дальнейшей утилизации. По системе фильтрации. Какая сейчас стоит на предприятии? И, может быть, что прогнозируется в дальнейшем для усиления этой системы? У нас завод современный. Это построено по современным технологиям, по всем экологическим нормам. И в производственной системе у нас есть система фильтрации производственных выбросов. То есть все моменты эти были учтены еще на стадии проектирования. Как я понимаю, на встрече с общественностью на дне открытых дверей предлагались еще какие-то варианты по фильтрации и для безопасности жителей района. Может быть, расскажете об этом немножечко подробно? Да, такие встречи у нас были. То есть жители просили нас что-то улучшить. На данный момент мы идем на встречу к обращению граждан и ведем дополнительные разработки на фильтрацию воздуха из производственных помещений. Это как бы дополнение к уже существующим всем системам. Данила, и вас как активного гражданина приглашаем на очень хорошее мероприятие, которое будет проходить в юбилейном парке по государственной программе «Посади свое дерево 2024». С удовольствием подойду. Спасибо. Данное мероприятие будет проходить 14 мая в 5 часов вечера. Хорошо, договорились. Спасибо вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...